доброго времени суток youtube я приветствую всех своих подписчиков всех своих друзей и всех тех кто смотрит мой канал сегодняшняя тема fly lady я вот тут подумала что наверное не смогу сделать какое-то видео по макияжам не смогу сделать видео по уходу там по уходу ну и даже не уходу а потому как можно накрасить ноготочки там какой рисунок сделать я подумала что хочу скорее всего рассказать про то как одна вещь полностью изменила мою жизнь сделала ее более простой но в то же время выделила в ней больше времени для себя больше времени для ребенка больше времени для хобби больше времени для я не знаю хорошего времяпровождения просто это система fly леди сегодня я не буду подробно вдаваться в какие-то тонкости системы скорее всего все вы прекрасно о ней знаете или хотя бы что-то слышали потому что я неоднократно в журналах даже в очень таком солидном глянце типа l или мари клер наталкивалась на систему эту на статьи об этой системе сегодня я решила рассказать вот про такую книжку марла силе летающая домохозяйка или размышления у кухонной раковины у меня вот такое издать издание это издательство амфора книга не очень толстая можете посмотреть да стоит она 360 рублей ну это было где-то года четыре тому назад когда я познакомилась с этой системой я купила эту книгу внизу внизу в боксике я публикую ссылку на сайт русскоязычный fly lady на их форум в котором целая куча просто информации и я публикую также на ссылочку на канал самой марлы силе она ведет на ютюбе свой канал он правда англоязычный но я думаю что тоже будет очень и очень полезно значит о чем эта книга эта книга собственно говоря о большинстве из нас большинстве женщин неважно работающих или не работающих которые выбиваются из сил которые видят свою жизнь большей частью наполненной всякими домашними делами различными мойками посуды и стирками уборками готовками которые уже достали просто до невозможности и такое впечатление что мы живем как в том анекдоте если у меня есть час я стираю если у меня есть два я стираю и глажу если у меня есть три часа свободных то я стираю глажу и убираю и так далее до бесконечности так вот эта система fly леди позволяет полностью изменить вашу жизнь к лучшему найти время для себя и для своих увлечений что такое fly леди это не просто летающая домохозяйка или летающая женщина fly это аббревиатура расшифровывается она как finally love yourself то есть наконец-то полюби себя эта система о том как полюбить себя книжка не очень большая в ней не очень много глав но все они просто можно сказать шедевры начинается книга с именно с того что мы видим вокруг то есть чего начать можно что мы видим вокруг в своем доме например что у нас там вечный хаос разбросаны игрушки муж разбрасывает вещи там не помытая с вечера посуда и так далее то есть эта книга призывает на с самого начала оглянуться оглянуться вокруг себя следующая глава поговорим о хаосе и хламе дальше езда с пустым баком настрой контрольный журнал работаем танцуя основной план на неделю зоны отправляемся в полет белье бумажные бастионы обед мы едем отдыхать переезд ну и заключительные слова то есть в принципе название глав сами говорят за себя то есть каждая маленькая такая вот рутинная ситуация из нашей жизни разбивая разбирается достаточно подробно конечно в этой книге очень мало информации на самом деле на форуме и на русскоязычном и на англоязычном ее просто в разы больше там гигабайты информации и и это самое важное что когда я начала читать вернее эту книгу да читать сначала потом применять эту систему самое важное не сорваться самое важное это делать маленькие маленькие крохотные шажочки так называемые baby степс то есть так как ребенок учится ходить так же и мы учимся приводить свой дом в порядок полностью полностью привести свой дом в порядок и привить себе полезные привычки именно по этой системе мне понадобилось где-то месяца три за эти три месяца я разработала систему ритуалов утренних и вечерних в основном но были был еще дневной но сейчас так как я более свободно то что ребенок пошел в сад поэтому дневной у меня ритуал немножко изменился основной это вечерний конечно ритуал утренний ритуал он важен потому что он дает вам как бы толчок для дальнейшей я говорю три месяца вообще чтобы привить полезную привычку например заправлять кровать каждое утро где-то нужно 28 дней чтобы это было на автомате это не я придумала это в общем-то психологический такой прием то есть психологи вывели что чтобы у нас что-то закрепилось и нужно минимум 28 дней то есть чтобы мы начали делать какие-то действия автоматически честно говоря когда я вот смотрела на свой дом то есть это скопление каких-то в общем ненужных вещей непонятных которыми я там не пользуюсь но которые жалко выбросить я вообще не знала с чего начать то есть самое страшное было это вот непонятно с чего начать столько информации здесь значит книга плюс еще форум у меня голова просто шла кругом самое главное что что я решила для себя делать это полностью освободить выходные дни только для себя и своей семьи мне честно говоря надоело пять дней в неделю там работать там где-то что-то мыть посуду еще что-то делать приходить опять все это вот как круговерть а в субботу с утречка напрягать всю свою семью чтобы так уборка значит пыль там пылесосим убираем чистим и три часа как заведенная доела просто вот это субботняя уборка трехчасовая после которой мы просто валились все с ног и уже не хотелось ничего то есть и выходных с одной стороны ждали с нетерпением а с другой стороны это просто невозможно то есть ты как представлю что в субботу утром тебе рано вставать и что-то там блин терать и тереть убирать чистить и в общем вот это мне надоело больше всего я решила что нужно что-то менять я решила что нужно избавиться от этих хотя бы субботних ненормальных уборок это было основой как бы моего начала ну а дальше все потихонечку полигонечку по системе собственно говоря вот так она сейчас ой сейчас вообще без проблем сейчас суббота воскресенья это мои любимые дни потому что я могу проводить время со своей семьей я не трачу время на уборку я не трачу время на какие-то неприятные мне там дела там чистки всякие раковин и туалетов и так далее вот я лучше займусь тем что я люблю я лучше приготовлю какое-нибудь вкусненькое блюдо там по новому какому-нибудь рецепту и с удовольствием с удовольствием накормлю лучше свою семью чем-нибудь или схожу с ними куда-нибудь там с ребенка куда-нибудь выведу можно сказать я не буду показывать сегодня например там свою систему то есть свой контрольный журнал я просто расскажу что с чего начинается мой день мой день начинается с рутины так же как и у всех я встаю иду умываться потом готовлю завтрак для семьи кушаю сама кормлю ребенка отправляю ребенка в сад там мужа на работу если он идет на работу и так далее то есть это то с чего начинается день у большинства и этот небольшой утренний ритуал я привела в порядок с самого начала я вводила по одному шажочку в течение 28 дней и могу сказать что сейчас мое утро начинается немножко по-другому то есть я встаю если уже домашние проснулись предположим все то я сразу заправляю кровать сразу либо это может делать муж если у него там хорошее настроение вот то есть как только мои ноги коснулись пола и я встала все кровать должна быть заправлена это занимает максимум одну две минуты там сбить подушки далее я иду в ванную комнату я привожу себя в порядок это обязательное правило то есть я крашусь я причёсываюсь я чищу зубы умываюсь там все что нужно делаю и я беру тряпку и быстренько быстренько прохожусь по краю ванной влажной тряпкой по краю раковины и по краю унитаза ширкаю там быстренько ершиком вы не поверите я стала реже просто реже мыть раковину и унитаз то есть они не пачкаются так быстро ванная приобретает сразу опрятный вид далее когда я иду на на кухню я сразу же загружаю белье в стиральную машинку то есть я загрузила белье поставила ее стираться и начинаю готовить завтрак иногда самые как бы высоко летающие флай леди делают накрывают стол с вечера то есть они расставляют приборы тарелки наливаю там воду в чайник то есть им нарезают какие-то не знаю там подготавливают ингредиенты там для омлета для каши ребенку или нарезают бутерброды с вечера предположим то есть ставит их аккуратненько в холодильник чтобы быстро это все можно было достать и так далее приходя домой у меня есть вечерний ритуал то есть я раньше просто плюхалась в изнеможении на диван там утром вскакивала не могла найти там где мои ключи где мой телефон там ребенка одеть нужно отвезти в детский сад одежда не готова так вот все я делаю с вечером если я еще не сильно уставшая вечером я не довожу до такого я готовлю одежду для ребенка и для себя с вечера я готовлю сразу ключи которые нужно там от машины от гаража от дома я вешаю их на определенное место всегда в одно и то же место я смотрю что у меня лежит в сумке то есть смотрю нет ли там лишних бумажек и я смотрю сколько у меня денег в кошельке то есть не нужно ли например там сделать какие-то закупки с утра сейчас я не работаю но от этого моя жизнь как бы не стала менее насыщенной я не сижу в четырех стенах у меня есть куча дел которые не связаны там с домашним хозяйством с ребенком это очень сильно облегчила мне жизнь если вы хотите такого же для себя пожалуйста начните хотя бы с прочтения этой книги и и кстати очень легко скачать в интернете но я не любитель читать электронные книги поэтому я купила бумажную версию измените свою жизнь к лучшему правда это супер вещь я просто рекомендую ее для всех кто устал от быта кто устал вообще от всего и кто хочет найти время для себя ну собственно говоря все он на сегодня спасибо большое за просмотр оценивайте комментируйте пишите свои ощущения от я очень очень буду ждать ваших комментариев и с удовольствием прочитаю их отвечу на них и в общем-то постараюсь сделать еще одно видео например про свой контрольный журнал всего доброго до свидания счастлива я вас всех люблю пока